Имя Твое, да прийдет заш святой, да будет воля Твое, як она не месила земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже ему освобляй должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Бога. И вот то есть со стих силы слава рейки. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Надо было не очень наш петь, а царю им. ПЕСНЯ Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садись сюда, место уже чисто. Так, помоленьку стирайте, сдвигайтесь вот так, а он пока сидит, пускай здесь. Давай, очки возьму сейчас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Надежда Васильевна, вы можете уже просто сесть. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 9 стихи. Лицемеры, хорошо пророчествовал Вас Исаия, говорят, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Вылезь оттуда сразу, опять будешь орвать себя оттуда. Вылезь оттуда. Залезал. Не буду. Выпусти ее. Выпусти, сядь с краев, провокатор. Толкование. Словами Исаии показывают, что их отцы в отношении к отцу его, были такими же, каковы они в отношении к нему. Ибо будучи лукавы, и лукавыми делами удаляя себя от Бога, они только устами произносили Слово Божие, так напрасно чтут Бога и почитают себя очтителями Его те, кои бесславят Его делами лукавыми. Всякий раз, какой раз мы уже убеждаемся, надо же, вот именно в этот день. Попадает. Говорили только, что лицемерие, да. Алексей хорошо сказал о лицемерии. Молчание золото, и молчание предается Бог. Так, и что? Так, говорить или золото? Где золото? Что лучше? Да, время. А вот золотая середина, о которой ты говорил, вот она. Оно и есть. И эту золотую середину, вот как выбирать надо. Надо просто сидеть спокойно. А что такое сидеть спокойно? Вот на занятиях сидим спокойно, никого не трогаем, разбираем Слово Божие. Правильно же? А сколько людей уму-разуму наберутся, и кто-то отойдет даже, возможно, по этим занятиям, по нашей беседе сегодняшней, кто-то отойдет от сектантства, кто-то отойдет от старобрядчества, ну, от такого заскоруженного, и поймет, так, так мы старобрядцы, сектанты, мы должны же быть христиане. Христиане написано. Христиане. А не какие-то другие там динаминации, динаминации. Матфея, 15 глава, 10-11 стихи. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Так, мы это проходили уже, да? Давай еще раз пройдем. Никто не помнит уже. Толкование. С фарисеями, как неисцелимыми, уже не хочет более говорить, но с народом. А если пища не оскверняет, то тем более вкушение ее неумытыми руками. Ибо только душа человека оскверняется, когда он говорит, чего не должно. Этим Господь указывает на фарисеев, осквернивших себя своими завистливыми речами. Заметь его премудрость. Он не дает правила вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает. Он научает совсем другому. Именно не выносить из сердца худых речей. Из сердца, да. А вот я что хотел сказать про этот рисунок, который я показывал. Помните, журнал «Душа»? И там рисунок, где патриарх Тихона и прикладами толкают красноармейцы четверо. Двое впереди свинтоками, двое сзади, один толкает его и показывает все. А ведь этот рисунок, он уже обличает сейчас этих заправил религиозных. Как Господь сказал, вы, говорит, этим себя и обличаете, строите кому памятники? Пророкам, которых ваши отцы убили, этих пророков. И теперь как все хотят завуалировать? Вот мы показываем, мы все говорим, да, были гонения, вот видите, как гнали и так далее, и тому подобное. А то, что они были выпистываны этими самыми зверями, которые ведут его, никто не говорит. Ни кличек своих никто не говорит, ни что они были в КГБ никто не говорит, что они сдавали тех людей, которые к ним приходили и исповедовались. Никто не говорит об этом массово. Нету этого пока и не будет, скорее всего. Кто такой Сергий, никто не рассказывает. Тише, да гладь, да Божья благодать. А где те 200 епископов, которые дореволюционных, старые там были, которые действующие были? Где они, где? Никого нету. Эти двое, о которых упомянул Ярышевич и Семанский, они были поставлены уже самим Строегородским. Вот, на Медне, как говорится, перед 45-м годом. А остальных-то не было никого. Остальных так гнобили, мама не горюй называется. Про Уманского там вспомнить, до этих 32 епископа на Соловках. А ты про Соловки читал у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ? Нет? Про Соловки, что там делали с людьми? Намораживали там трупов, вот так вот лежала у них там, называлась она как Голгофа, как-то так, гора, короче. И там трупов намороженных ходили штабелями. И кто носил? Священники, епископы носили сами эти трупы. И складывали штабелями лежали, как рыбы вот эту вот, или как поленицу. Вот тебе Соловки. Так это такой страшный лагерь был, Слон назывался. Соловецкий особого назначения лагерь. Пашистов. Что его с лица как в году закрыли и больше не говорят о нем. Тогда ученики его приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Толковая. Говорит об искоренении преданий старческих и заповедей иудейских, а не закона, как думают манихеи. Ибо закон есть насаждение Божие, а потому Христос не говорит, чтобы он искоренился. Корень его, то есть сокровенный дух, остается. А падают только листья, то есть видимая буква. И мы понимаем закон не по букве слова, а по духу. Научаемся, что когда кто добровольно соблазняется и остается неизлечимым, для того это вредно, а нам не приносит вреда. Слепыми учителями слепых называет их Господь для того, чтобы отвлечь от них народ. Матфея 15 глава с 15 по 20 стихи. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит, чрево извергается вон, а исходящее из уст и из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Толкование. Петр знал, что закон запрещает употреблять в пищу все без разбора. «Но боясь сказать Иисусу, твои слова можно есть все и не оскверняться противозаконной и соблазнительной, показывает вид, что не понимает его и предлагает вопрос». Спаситель обличает учеников и укоряет за неразумие или потому, что они соблазнились, или потому, что не понимали того, что он сказал. «Пища не остается внутри, но выходит и потому нисколько не оскверняет души человека, так как не задерживается внутри. Напротив, помыслы рождаются и остаются внутри, а выходя наружу производят неприличные действия и оскверняют ими внутреннего человека. Так блудный помысл оставает в душе сквернить человека, а переходя в дело, не только оскверняет его, но и доводит до погибели». Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 по 24 стихи. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Толкование. Он перешел к язычникам, так как видел, что фарисеи не принимают учения его оврашном. Почему Хананиянка говорит «Помилуй меня, а не дочь мою?» Потому что та была бесчувственна. Но Господь не отвечает ей ни слова, не потому что презирал ее, а потому что желал показать, что пришел прежде для иудеев, дабы предотвратить клеветы их, и дабы впоследствии не сказал, что он благодетельствовал язычникам, а не им. С тем вместе он желал показать твердую веру всей женщине. В 25-27 стихе она, подойдя, кланялась ему и говорила «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала «Так, Господи!» Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. «Когда же Христос назвал ее псом, так как язычники вели нечистую жизнь и оскорнились идольскую кровь, а иудеев назвал чадами, хотя они явились после чадами ехидны, то она разумно и весьма мудро отвечает «Хотя я и пес, и не достойно принять хлеб, то есть какую-либо силу, благодать и особенное знамение, но не лиши меня сего, для твоей силы это маловажно, а для меня весьма важно. Не лиши меня только крупиц, которые для идущих хлеб не важны, а для псов важны, ибо они питаются ими». Вопросы? «Да так ничего, готовиться к операции после праздников. Но я попозже расскажу, я тут сейчас занятия идут по Библии. Я позвоню, да, с Богом?» «Нет вопросов. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить». «А почему он говорит к погибшим овцам в Дома Израиля? Погибшие, что-то, дохлятина или что-то? Скотомогильник». Скотомогильник, к погибшим овцам в Дома Израиля послал. Не к погибающим, к погибающим понятно. Кинул там что-нибудь, аркан кинул, что-то там, руку протянул. А к погибшим, какой смысл? К погибшим ведь, если они погибли уже в Дома Израиля. Но я так понимаю, если погибли, то погибли уже, все. Или какой смысл здесь? И вам ничего не сказано там. Как будто, как «Здравствуйте, пропусти». Такие слова к погибшим овцам в Дома Израиля. Сейчас бы зашел кто-нибудь и с вами поздоровался бы так. «Ну что погибшие, чадо Христовы?» Подождите, что вы погибшие? Ну, мне кажется, имеется в виду, что Христа все живы, уходили. Все погибшими считались. Еще Христос-то живой. Поэтому, наверное, все считались в облегчении. Надо говорить, что там было слышно, что я не для себя только делал. Сядьте сюда рядом где-нибудь, идите. В самый дальний угол, ему поворачивать так неудобно. Кому спать пускай сидит? Не беспокойтесь. Они всю ночь молятся о нас, Греша. Позвонила Людмиле. Телефон не зарегистрирован. То есть телефона нет у ней. А, видимо, он его или выкинул, или что? Симку выкинул. Правда ли нет? Говорят, собака помогла найти. Ну, сказали, собаку привызывали. Вот что значит собака. А когда Марину ограбили, не было никакой собаки. А сразу сообщил? А? Сразу сообщили. Я бежал когда, а я же раздетый побежал навстречу. Минус 25. И тут машина с милицей. Я остановил их и говорю, вот сейчас, говорю, ограбили жену у меня. Где, что, да как. Я говорю, вон там на углу Горького это, Никитина. Они, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Сели, поехали. Не Никитин? Ну да, Никитин. Им надо, где он ее сшиб. Она легла в снегу, как она ударила. И в снегу отпечаток собака взяла. А там, а идите там на углу. А на углу прошло уже 5 человек. Она какой след возьмет? Да ты каких 5 человек? Никого там не было. Она там еще сама была. Ну, она должна где-то взять след. Какой она след? Ну, никакого там сугроба не было. Он ее посреди улицы прям сбил. 6 января никого нет. Вечер там. Сколько было тогда после службы? Ну, где-то 7 часа. Надо показать, откуда брать там вещь или что-то. Место где. Собака не знает. А может быть, вы ищите тот, который раньше исчезает от последнего следа. Он рванул и у нее сумку, у нее была с продуктами сумка полная. И сумка, где деньги лежали. Он рванул и ту, и другую. А этот пакет он взял, да и рассыпался. А там банки, там эти, как они, яблоки еще посыпалось. Вот так он бросил эту сумку. И прям эти, оторвал прям эти, обе ручки. И прям я, когда прибежал, вокруг все разбросано. Пока собрали бананы, уже прям они замерзли. Мы посели в машину, а шапку он на ней сорвал же еще. Шапку, она вот так кутается в шубу. Он бы и шубу у нее отобрал, если бы было время. Так, если собака нашла, то все оправдалось. Вчера еще можно было говорить, он с собакой возится, каждый день учит. Нет, ему никакой пользы от милиционера нет. Этим он оправдал себе год и два и три. Это корабль у нас спасатель был. Стоит, когда бы ни пришлем, в порту стоит такой большой, но какой-то как вот... Нехазистый. С чем-то на носорога походит. А вот шторм начался. СОС. За 150 километров. Все корабли спрятались в пирсе, а он в это время один выходит и через волну пробирается. Корабль позит. Он возвращается ему. Цена такая бывает на половину стоимости корабля. Мы вас спасаем, но вы должны заплатить нам, допустим, 50 миллионов долларов. А мы не согласны. Разворачивай-то назад, все, корабль к одну пошел. Ты кто будет разворачиваться? Чего вы придумываете? Здесь никто не будет с тобой торговать. Ты спасатель или не спасатель? Там, скорее всего, специально... Право, право на решение, чтобы спасать. Так и здесь. Он оправдал все, если он поймал. Давай, не останавливайся. Вот, брат, вопрос задал. Почему Христос сказал, я послан только к погибшим овцам в Израиле? Ну, погибшие, погибшие... Почему не к погибающим? К погибающим, понятно. Погибший лежит в скотомогильник. Дохлая скотина валяется. Он туда послан. Зачем? Оживить, зачем, зачем? Для убога все живы. Воскресень, да. Они мертвые. Это уже воскресенье называется? Да. Мы, говорит, мертвые по преступлениям своим, по преступлениям, как Адам, умер в тот же день. А он еще с Евой даже не жил. А уже два мертвеца. А детей нарожали живых. Духовного мертвого можно в воскресенье духовное. И телезно тоже можно. Два воскресенья, два... Ну, значит, я правильно сказала, что они мертвыми считались. Да, они мертвыми. Погибающие... Есть надежда, что еще что-то терпится. Ничего нет. Мертвая страна. Все мертвые. Ты помнишь, я, легенда, как он... Умерли все. Все умерли. Она говорит, еще есть 15 миллионов. Не говорит, какой нации-то. Он говорит, умерли все. Он видит. Не одного человека нету в Нью-Йорке. Ну, а вот сестра правильно ответила. Она сказала, что... До Христа все шли в ад. Поэтому... Погибшие все. Христос еще не был распятый. Поэтому они справедливо названы погибшие. Да не поэтому. Не поэтому, да? В это время там пророк по Иеремии, что он к мертвым относился бы. Исайя там пророк Авакум, что Господь будет туда идти мертвые. Это живые люди были. Они шли, они свидетельствуют, они умирали. До Христа им креститель, что? Беличайший из пророков. Какой мертвый-то? Она говорит об общем состоянии. Умершие водами умирают все. Но они сами по себе. Господь ищет поклонников в духе истины. Мы спросим, а вот пророки, которые перечислены, они в духе были? Да. В духе, но не в истине. Они были в духе, в образах. Ягненок был барашек. А истина наступила вот так, где Божий берет на себя грех мира. Они духовные были. Дух, который на тебе, да на мне будет. Он знал, чего просит Илья, этот, из Елисей. А это в Ветхом Завете. Это слава Божия была. Вспомни Даниила. Муж желаний моих. Бог его так называет. Так а что на небе? На небе уже имена записаны. Вот читаем 32 глава. Исход, кажется, он определенно говорит. Господи, если их не спасешь, то и меня выщеркни. Господь говорит, кому записать, тот записан на небе. На небе. А Моисей просит его изгладить меня из книги жизни. Книга жизни до Христа была. Сами они не могли там быть, а имена уже записаны. Поэтому имена на раменах были у Аарона. Вот, на двух камнях высечены. А изображений не было. Почему? Потому что они были в Преисподне, а имена были на небе. Поэтому они с ним и в храме. В храме имена были. На раменах, на плечах. Феодорит Кирский. Все толкуют. И так понятно. Они не в аду были, праведники. Особое место. Ивреи называют Шевол. Место такое. Неполный свет. Неполная жизнь. И Господь их вывел. Ноги воскресли. Давай. Господь вывел-то откуда? Из Шевола или из Ада? А? Господь вывел откуда в субботу? Вон, Преисподнюю. Это Ад или Шевол? Не Ад. Не Ад. Преисподний. Преисподний. Ад это огонь. И смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. Смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. А мы думаем, Ад это все. Нет. Озеро Огненное, вот это все. В Гиене Огненное. Гиена. Гиена переводится как Постоянно возрождается. Вот как на свалке. Горит, шает, опять загорается и все. Гиеной называлось место из Иерусалима, куда мусорные ящики сваливали. И оттуда взято это название. Мы сегодня много еще слышали. Вот особенно ратовали за что-то люди, которые к общей непривязанной. И уйти хоть сегодня, хоть завтра. И говорят это просто слова. Нежизненное. Жизненное это всегда боль, страдание, радость. А здесь нет. Раз в месяц приду, два раза, и в любой момент могу отойти и бросить тебя, и подняться против. Земля делается плоской. Я их знаю очень хорошо. А вакуум говорит, су, я этих знаю, пустосветов. И они сразу находят общение друг с другом и уходим втроем. Что-то изменилось, а какая разница. И причем говорят, притом, мертвого. Ни одного человека никогда не приведут. Нигде. Почему? А с другим человеком, который думаешь привезти, тебе надо таланты иметь от Бога. И человек этот на расстоянии, он по запаху найдет тебя. Ты просто вот зайди со мной, побудь маленько. Новые люди, когда приходят, и как они исповедуются, как они говорят, как они нашли на наши ресурсы. И как у них в душе переворот случился. Они самые малые исповеди. На исповеди священнику так не говорят, как они мне говорят. Я на боли о всем забываю, читаю ваши книги. Нет, это не моя оценка. Я родилась тут. Я теперь на все смотрю другими глазами. И тут же кается. Если маг парень там зашел один, и тоже во мне гордости хватает, дескать. Но он уже видит, прислоняется и говорит, как надо. Вот бывает парализованный Сергей, на него нападают где-то. Духовный человек, разве можете его трогать? У него такие духовные рассуждения, настолько точные изречения, названия. А люди, которые ничего не понимают, они на него нападают. Ты тоже бесноватый, как Лапкин. Ты тоже такой же. Раз он вместе со мной, то и... То есть для них уже ничего нет. Вот так. Поехали. Матфея 15, 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ. О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Толкование. Теперь Иисус открыл причину, по которой он откладывал в начале исцеления. И нам, если захотим, нет препятствия получить желаемое, когда имеем веру. Приметь здесь, что хотя и святые просят за нас, как за эту женщину апостолы, но получаем наипачи тогда, когда сами за себя просим. Эта хананьянка служит знаком церкви из язычников, ибо и язычники, прежде отверженные, после привлечены в число сынов и удостоенных хлеба, то есть тела Господня. Напротив, иудеи, сделавшись псами, стали питаться крупицами, то есть малую и скудную пищу, буквою. Тир означает удержание, седон, ловцов, а хананея, уготованную смирением. Итак, язычники, которые прежде заражены были злобой и имели у себя ловцами душ демонов, приготовлены были смирением, тогда как праведные приготовились высотою Царствия Божия. Дальше? Дальше, конечно. Ничего себе. 29-й, 31-й стихии. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их, так что народ дивился, видя немых, говорящими, увечных, здоровыми, хромых, ходящими и слепых, видящими, и прославлял Бога Израилева толкованием. «Взайди и ты на гору добродетелей и заповедей Христовых, где восседает Господь». «И слеп ли ты, и не в состоянии сам собой увидеть доброе, хром ли ты, и не в состоянии прийти к нему, глух ли ты, и нем, так что не способен ни слушать наставления другого, ни сам наставлять других, или рука у тебя согнута, и ты не в силах протянуть ее для подаяния милостыни, или ты одержим какую-либо другую болезнью, припози к ногам Иисусовым, коснись следов Его жизни, и получишь исцеление». «Все? Можно? Ну вот, который раз сейчас читаем, толкование, оно такое пренебесное звучание, будем говорить, как наше богослужение. Вижу, Ваня стоит, руки вот так поднял, и Тамара глухонемая стоит, вот так вся внемлит, вот так она стоит, а Ваня встал вот так, глаза шире, 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 я ему, Ваня, давай, что-то начинай. Не понимаю, не понимает, не может перевести до такой степени все небесное, все так, все говорит о том, как душа невеста Христова поет, ликует о том, что она спасена, как далеко она была от жениха, и не знала, что он жених, и вдруг все в одну секунду, в мгновение меняется, и вот ты уже спасен, и вообще совсем другой человек, что даже не может, ну, маленький умом человек не может объяснить, ну, еще неразумное дитя будем говорить. Вот, и здесь то же самое, толкование, такое дается толкование мощное нам о спасении души, и вот, допустим, чего боятся люди, ну, в церкви, когда, ну, читать, вот, толкование на Слово Божие, чего боятся-то? Никто ничего не поймет. А с комментариями, знаете, слова о проповеди, о несении Слова Божьего, о миссии, о крещении правильном, о правильном соблюдении канонов, сразу все по-другому, все меняется. И тут говорится как раз об этом, как спастись, вот, ну, допустим, читают это верующие люди, так мне все понятно, я такой и есть, это все про меня, все, сидит дальше, продолжает сидеть. Нет, написано, если ты слеп, ты прозреешь, и там безруки, руки отрастут. Как понять это, что такое, что сделалось-то? Вот у нас была Татьяна, ни рук, ни глаз у нее ничего не было. Пошли братья занятия проводить, провели занятия, сразу все поняла, начала ходить в Храм Божий, все. Потом заболела немножко, отошла от занятий, сейчас обратно на том же самом месте, теми же самыми болезнями больна. Попробуй слово священник только скажи, просто так сви, она эти на кость свич наставит уже, все, аж кидается, как разверенная лица. Уже ничего не надо, все она уже знает, все опять она в тот же, в то русло во славе, лучше без рук, без ног, без головы, безо всего, но зато там красиво поют, все в золоте. Нет, братцы, все-таки к этому всему толкованию нужен еще толкователь. Просто так ты ничего не поймешь, так и будешь, без глаз, без рук, без желудка. У нас вот Василий сколько ходит уже, никак не можем в желудок его настроить. Ну гляди, как можно меня сравнить и тебя, ну. Я уже поел, сижу, мне сестры кусочки подкладывают. Давай, 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 еще то поешь, это поешь. А ты только еще со тарелкой заходишь, хлеб туда запихиваешь, тромбуешь, чуть не ногами. Я уже пришел на добавку. Какая тебе добавка-то? Я уже поел, я уже поел, я уже поел, все. Сказали, суп остался. Уже десерт, уже съел, там пироженка уже, все, доел, все, все уже, готов я. А я много больше тебя, в два раза. И что? Что это такое? Куда у тебя там лезет? Кто там у тебя сидит? Что за проглот с зубами? Ну я раз в сутки еду. Раз в сутки ешь? А что ты, я тоже не ел ничего еще со вчерашнего вечера. Вечером она ешься. А у тебя дома нету? Я раз в сутки ел, все. А почему ты, Василий, раз в неделю ешь? Все вот два раза в день, а ты раз в неделю. Хочешь способен быть каким-то? Ну. А? Бедность не порог. Бедность не порог, а приобретение. Бедностью прикидываешься. У тебя какая пенсия? Больше, чем мой, Гнатья Тихонич, или меньше? Такая. Такая же. Ну а почему он два раза... Давай по тексту. Давай по тексту. Ты что-то хотел сказать? Конечно хотел. Давай, давай, давай. Я просто вспомнил, сейчас вот брат рассуждал, брат Игорь, что есть люди, которые, как бы, надо толкование на толкование еще. А бывает еще духовное, то есть человек сидит и в него просто это не вмещается. То есть вот как, например, он сейчас прочитал, да, все такое небесное, что человек иногда вообще не может понять и выразить это словами. Он только чувствует это душой, понимает, что это небесное. Я тоже вот уже давненько, может, приводил пример Николая Николаевича Неплюева. Я, между прочим, его книги заказал еще другие. У меня много книг оказалось. Ну ты давно, ты говорил про него. У нас только две книги. И я его начал читать, как раз было время перед постом. Я читаю, а он свои рассуждения о Боге там говорит. Я чувствую, меня не вмещается. Я страницу прочитал, и не вмещается. Я постоянно похожу на счет дома прохладно, мне еще это влияет. Похожу туда-сюда, сяду, опять читаю, опять что-то. Он рассуждает, вроде бы все понятно слова-то, а духовное чувство не воспринимается там мне. И раз, и как раз пост начался великий. Я просто вошел, начал построже поститься, сел читать, и спокойно легко пошел сразу. Раз, душа открылась, и пошел. То есть есть такие моменты, когда не вмещается в тебя именно. Надо духовного состояния того, видимо, зависеть. Да, Николюев, это был, конечно, личность духовно высокого полета. 32-33 стихи. Ицужи, призвав учеников своих, сказал им, Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его, Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Толкование. Народ, хотя и алкал, но не смел просить хлеба, пришедший за исцелением. Почему он по человеколюбию сам заботится о людях? А дабы кто не сказал, что они имеют при себе съестные припасы, Иисус говорит, Они уже три дня при мне, то есть ели, и были у них припасы, уже истрачены. Это, говорит он ученикам, дабы расположить их, сказать ему, Ты можешь напитать и этих людей, как насытил пять тысяч. Но ученики были еще неразумны. 34-39 стихи. Говорит ему Иисус, Сколько у вас хлебов? Они же сказали, Семь и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, И, взяв семь хлебов и рыбы, Воздал благодарение, Преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, И набрали оставшихся кусков семь корзин полных, И евших было четыре тысячи человек, Кроме женщин и детей. И отпустив народ, Он вошел в лодку, И прибыл в пределы Магдалинские. Толкование. Чтобы научить всех смирению, Повелевает народу возлечь на земле. А дабы научить, Что прежде принятия пищи нужно благодарить Бога, Он сам благодарит, Преломляя хлеб. И Иисус уходит, Потому что ни одно чудо не приобретало ему столько последователей, Как умножение хлебов. По словам Иоанна, Его хотели в это время сделать даже царем. Посему, желая научить нас убегать, Счиславия, Он удаляется. У меня вопрос математический. Вот когда в Израиле необходимо было что-то сделать, Они сделали счисление. Перепись была. А зачем перепись? Какие города? Сколько продовольствия завести? Первое, Вправление Квирине Сирию. Лука говорит так. Показывает управление. А зачем управление? Торешила. Почему женщина и детей-то не считает? Она женщина более прожорливая даже. А вот и берется женская. Даже по ней родословно не ведется. Абрам родился. По-русски вообще не звучит. Абрам еще. Это ой. И вот когда начинаешь это смотреть, А как он отлегли на траву, Допустим, возлегли. Возлегли, То есть вот так вот отверглись. Ну вот так вот. Я как на столе лежу целиком. Вот так вот легли. Не легли, а возлегли. Значит, кто-то Христос сказал, Сосчитай, сколько их. Так было. Или когда поели, Тогда говорят, Интересно, много людей. А можем узнать, Сколько-то их сосчитали. А считать тысячи, Это не просто так. Лежат-то они рядами, Лежат в перезмешку. То есть я до сюда дошел, А там не поймешь, Я голубей считаю. Я на фотографии сосчитаю. Не лову никак. А они с этого прилетают сюда. Я его посчитал, Теперь два раза надо. У меня не уменьшается. А люди-то лежали. Когда поели, На месте не лежали же. Вставали кто-то потянулся, Кого-то потянуло. Ну, просто надо... Как узнать-то? А Евангелие, Это написано через пять лет. Я дневник веду все время. И вот бывает иногда Что-то такое, Нагрузка такая, И я не записал. Что делал? Вчера не могу ничего вспомнить. Ничего не делал, Как будто бы. Ночь одна прошла, И уже ничего нету. Почему? Дни похожие, То другое. А у меня что-то было. Я тогда смотрю, Там у меня записочка лежит такая. А-а-а-а. Вчера меня заинтересовал Такой-то вопрос. Я по интернету Искал у Валя. Я Оскара этого Никогда не знал. А он, оказывается, Сидел и сидел Не за хорошие дела. Очень бестателем Такой был-то. Вот что. Я теперь его пишу У Валя. А вчера ничего не делал. Так как раз вчера и говорил Со стейпом этим Этим мы как раз Праку-то и набили. Как раз Лида Муранова-то и вышла. Она его нашла. Она с ним говорит. Мне пометить, Я ее записал, Ролик дальше. А это через пять лет Один раз ели там На бугре на каком-то сидели. Кандрючник, говорится, Холм какой-то. Знаете, Иванов говорил. Все точно написано. Как? Меня все время интересует Поглядеть бы, как это. И неужели этот Господь Поднял руку и молится Только на теле На видеоаппарат не записывай. А разве могло быть такое? Идите по всему миру. А сегодня не надо. Не надо. Вот Милиста на улице Он мне не пишет. Он там подошел ко мне Здесь записывать не надо. А там еще и нету. Судак пришли, Сел здесь. Вот здесь сидит она. А здесь записывать не надо. Я когда уже вижу, Ну записывать, ладно, не надо. Когда закончили, я говорю, понимаете, Запрещать можете только в трех местах. В пяти местах запрещается. Об этом говорит 330-я Статья Уголовного кодекса. Это закрытое совещание Думы. Она закрытая. Закрытый парк съезд. Второе. Таможня. На таможне вся территория. Третья. Там написано, что третья. И военные корабли нельзя снимать. Четвертая. Четвертая. Это газовое министерство. И в другом месте электроминистерство. Все. Об этом говорит, как я говорю, 27-я статья Гражданского кодекса. Если вы требуете другое, вы требуете незакон. Или вы не знаете закон, или обманываете, и не на своем месте стоите. Я им все выложил здесь. И он уже ничего снимает. Ну, я вижу, снимать нечего. Она там пишет. Милиционер мужчина левой рукой пишет, как у нас Юля. Так интересно. А этот сидит и говорит, и говорит что-то, а они не слушают. Людмила Степановна, она взяла ложку, приложила, чтобы не так. Ложка сидит, как последовательница Путина. Они где он ел, они сейчас ложки те сметы, и лечатся ими путинскими ложками. Вот я сегодня посмотрел, закон не знают. И когда милиция подходит, так, ваш документ. А другой снимает, не снимайте. Он не знает, что требует. А я, ну, может он сделать. А теперь свидетелей в суд подаю, все суды выиграны. Милиция виновата на 100%. Посмотрим, что закон. А он у меня сидит здесь, на моей скалейке, и мне диктует. Ну, у нас служба идет. Я сразу, ну, не надо, не надо. Я поставил его под зарядку. А тут, ну, не что снимать-то. Ну, то, что он говорит, видно, что закона не знает. А когда я назвал статьи, закон, он сразу, гляжу, ободрился на меня так смотрит. Вопрос можно? Вы говорите, вот как они сосчитали? Как их надо было сосчитать? Там пять тысяч и семь тысяч там было. Но Христ тоже сказал, по рядам рассадить. Поскольку человек рассадить, вот, наверное, и посчитали? Ну, есть. То есть, это может, движения никакого не было? Нет, ну, если перед этим, говорит, рассадить, и по рядам, значит, их предупредили, что сидели в рядах, может быть так. А в другом месте нету по рядам. Просто сказали. И меня всегда интересует, как это? Да почему по рядам-то? Ответ я знаю какой. Это написано так. Ну, не по рядам же написано. По рядам. По рядам. Рядами. 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 Слово рядами есть. Так, чтобы, почему рядами? Легче проходить, подавать. И надо раздавать еще было. Вот как у нас обедают, когда на холме. И у нас рядами... Как по 100 человек рубит по рядам. Ну, поскольку, не скажу. Да. 50-го. В одном месте сказано, а на другом месте не сказано. И вот мы стоим, когда вот рядами сидим, тут легко считать. А когда мы в кучу толпе ли сидим, невозможно, потому что идет передвижение. Я думаю, ответ один только. Так Господь положил на сердце, Он написал. Это нельзя запомнить. Ни в рядах, нигде. А может быть, они сказали, сами не знаю. Господь сказал, 4 тысячи было. Они водобеда считали, рыбаки-то. Надо просто знать. Все, ровно 4 тысячи тоже сложно. Самый безошибочный ответ, что так положил Дух Святой, они сказали. Все Писание Бога Духновенного. У нас сегодня не заметили, вот с полицией, когда батюшка говорил, двери, двери, двери не закрыли. Не было никого. И литургия была при открытых дверях. Батюшка, виноват что-то или что? У нас было закрыть? Ну, я думаю, да. Да их нету никого. Двери, двери. Речь вот о том, сначала выгони, а они тут и не были. А кого выгнали? А двери не закрыли. Кого выгнали? А у нас они закрываются. А у нас они закрываются. Они не видят, только вперед прошли, чтобы по коридору. У нас они закрываются, они никогда практически. А никогда не закрываются они. Это когда уж совсем их много, тогда закрывали. А сейчас, вот Вася один. Вася, Миша, Вадим и Лена. Главное, главное, что их не... Лены нету, Вадима нету. Один Вася. А Вася стоит, ты его не видишь? Нет, Вадим. Ему хатам хоть здесь... Выладим? Он выходил. А, ну все. Вася, что хорошо, если его где-то допрашивают, он как партизан. Они еще от него не узнают. Они ничего не поймут. Даже если они ему этот антибиотик... Он их запутает, они должность потеряют. Это точно. Он их направит. Василий Николаевич Черепанов. Черепанов. Ну, а раньше-то возглас, двери, двери, он что обозначал? А двери, двери означало, что дьякон должен пройти и проверить. Так ты что, как к речению готовишься? Дальше. Когда проверили, ну, что их выгнали, после этого закрыли двери. Здесь никто не ходит по рядам, у нас не проверяли. А дьякон не ездит с батюшкой? Дома сидит, потеряет. У нас все на глазах. Вот кого тут осталось-то раз. Вот она, смотри, сколько. 8 человек. Дверь можно не закрывать. Нас мало, но мы верующие. Да. Мы верующие. Верующие, а верующие. Мне интересно, вот когда выступали, вот сегодня которые, общины не нуждаются. Совершенно. Никогда на занятиях нету. А такие рассуждения, превыспренние и сосорные, может человек подумать, что самый активный. Его нигде нет человека, который выступал сегодня. Никогда. Один хоть раз в месяц придет, а другой ни разу. Почему? Хоть здесь я отпечатляю, что я как верующий, ревность говорит, а начинаю по частям разбирать, и ничего нет. Там нет ничего. Там птица такая, то другое, а где вот это совершенно не относятся. Надь бы, он раздвоился. А у него не раздвоено никакое. Вот приехал, который плоская земля, он сразу туда. И теперь всем доказывают, что земля плоская. Там дух лжи сначала знать надо, а потом уже рассуждать. И человек такой не вложил ничего, никого не привел, ничего нигде нету. А тут он себя показал, я ревностный. А в этой ревности я записал, теперь смотрю, по пунктам разбираю. Ни в одном месте правильно не сказано. Я вот что, Алексей это хотел перебить, мне не дали перебить. Он сказал, что у нас учат так, вы в московскую патриархию ходите, не запрещено, но не причащайтесь. То есть такого учения у нас не было, чтобы там не причащайтесь. Так и было всегда у нас. Ибо детей мы там причащали в московской патриархии. Детей один раз. Детей один раз причащали. А как мы можем учить, не причащайтесь, а сами причащаем вопреки учению детей. Вот так вот. Да тебя это не касается. Как это не касается? Они трапарлетно, как так заезжают, на гости на саме елоте, ты не знаешь. Это дух. Это не касается. Там не причащайтесь, а детей причащайтесь. Что-то есть лицемерие. Сережа, тоже ради политики. Он не может. Если ты не можешь остановиться, это значит, ты не руководишь языком. Это духовно. Духовно судит обо всем. А не духовно он не может ни о чем судить. А я увидел так, и он теперь дальше давит и давит. С Сергеем парализованным там беседует. И он говорит, так они совсем нерожденные свыше люди-то. Он не понимает, что у верующего, духовного, рожденного у него все время меняется тактика. Суть остается та же, он знает, где говорить, как сказать. Это еще не знает. Он ломится, что у вас не было. Ну не было, ладно, тебе так охота. Ну не было, еще из этого. Сережа, по-твоему, это все равно не было. Сережа, во-первых, это не на скопке было. Ты этого на семье, устав писал? Не писал. Ты что в него заложил? Устав должен быть такой, что если вот это изменение, но главное, устав не трогается. он этого не знает. Он заехал, как на тракторе, едет и дает. Это души человеческие. Каждая душе свой подход. Никодиму говорит об одном, Самарянке говорит о другом, воину говорит по-третьему. А этот говорит, он не знает, он слышал, впереди себя сбегает, а куда оно падает, и отвечает за душу, они говорят, а пусть не ходят. Как это так? Ты сделай так, чтобы прибыль была. Даже врагов примиряет. Блаженны миротворцы. Ибо они наречены будут сынами Божьими. Это единственное блаженство из девяти, за которое человек уподобляется сыну Божию. Покажи, кого ты примирил. Где? Если я говорил, я точно в устав вошел. Наш устав, который был. И точно этот устав не противоречит Конституции. Мы так его приняли. Скажи, я говорю, такой-то был или нет в мировой истории, чтобы вот так вот раз впихнули. А это я говорю, вы-то этого не знаете. Это надо знать мировую историю. Минимум, мировая история. Ты хотя бы Шмеман, Александр, прочти, история церкви. А я насчитывал. Дальше. Ты рассуждаешь о том, а где мы теперь? Значит, ты не понял где. Митрополит понял, поминает нашего митрополита. Служит здесь. Если это нет, да как он-то мог поминать? Хотя внешнее пойми. Мы никуда не уходили, никуда. Я повторяю, на полсантиметра мы не изминулись. Также священник, а его не будет. Не будет, я заранее сказал, два варианта. Один вариант, приглашаем сюда, другой вариант, там же идут и причащаются. А не так, а мы там разденемся, чтобы нас за своих посчитали. Еще блики наденьте. Вот такие, такие сиридите. Найдется священник, который всех будет приглашать. Ко мне приходите. И никто ему ничего не сделает. А он не понимает, он давит, а куда давит, он не понимает ничего. Он не видит, что там непроходимое, что души какие есть. Я вижу все это. Это, как правило, люди, которые недовольны многим. Все время, как говорится, бухтят про себя. А теперь, раз патриот выскочил. Или всей толпой ходить, чтобы не подавидеть. От того, что помянут здесь патриарх, а ему патриарху спать легче или что-то? Или что-то мы ближе к Богу? Или тогда причастие наше Бог зачнет? Да как ее мозги-то надо иметь, чтобы так рассуждать-то? От того, что поминают, не поминают, не зависит спасение. Совершенно не зависит. И не может зависеть. Оно зависит только от моего личного отношения. Они причастием пугают. А я тебя не причащу. Это и старобрядцы говорят. А старобрядцы тебя причащать не будут, самого патриотичного. Ты для них никто, не коньянец. Окаянный. Я нашел Евангелие от Марка, 6 глава, 38 стиха. Ну, это я тут пропустил. Но он спросил, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. А не узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятьдесяти. Тут понятно, как. Легко сущать. Понятно. Значит, считали до чуда. А не после чуда. В другом месте этих данных нет. Но мы можем сослаться на это. Вот вопрос и ответ. Самый точный ответ, что Бог положил на сердце, а Марк через семь лет писал, еще дольше. Ну, Марк, это не Марк. Евангелие от Марка, это Евангелие от Петра. Так считают. Это Петр диктовал Марку, он его сын был духовный. Игорь Иванович, давайте уже к часу все сделаем. Давай. Помолимся. Еще до часа еще десять минут. Многие не держат уже. Я видел, стерка стояла на восьми. Десять минут наши еще. Петр пятьдесят. Давай. Восемь выставок. Будет ровно сейчас. Матфея 16.1 И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамения с неба. Толкование. Хотя фарисеи и саддукеи разнились друг от друга учением, однако на Христа замышляли заодно. Они просили знамения с неба, например, чтобы остановить солнце или луну, ибо думали, что знамения земные совершаются дьявольскую силу и вельзиулом. А не знали глупые, что Моисей в Египте совершил много знамений на земле. Напротив, огонь, сошедший с неба на скот и на детей Иова, было дьявола, из чего видно, что не все приходящее с неба от Бога, равно и не все бывающее на земле от бесов. Чего-то не подумал, что они... Сейчас он знамения сделает, а мы скажем, а знамения только бесы на земле делают, небесные знамения на небе делаются. Какие лукавые были. Житие святого Василия Нового, говорит, Мелитина имела такую власть, птицу останавливала в воздухе летящий. Крылья распостерта, она не движется. Они многое могут делать. Когда перед Параоном представил, Моисей бросил жезлу в змея, они волку бросили, тоже змеи поползли. Но Моисей в змей пожрал тех. Руку прокаженную положил, вытащил, чистая. И они так же сделали. То есть, это у них по программе проходит. Но наконец-то он начал показывать мошкару, они не могут. На мошкаре задохнулись. Вот это же просто видите, а почему именно то сделали это? Не знаю. Кровь тоже смогли они сделать. Кровь тоже смогли сделать. Кровь сделали, да. Мошкару-то легко развести. Какая-то причина есть. Ну, как бы-то не растолковывает. Ну, не знаю. Но именно запомни даже как там было. Пошли, что ли? Это у нас занятие еще сегодня. Моисей 16, глава 2-3 стихи. Он же сказал ему ответ. Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. А поутру сегодня ненасия, потому что небо багрова. Лицемеры, различать лице неба вы умеете. А знамений времен не можете. Толкование. Подожди. Там какое небо было? Красный и багрова. А чем отличается? Красный и багрова. Красный это и багрова. Значит, надо разобраться сначала. во всем дело. Ну, разные цвета. А что такое? Я не могу понять. Красный и багрова. Темно-красный цвет. красный и красный. Красный и багровый. Вот он темнее. багровый. Намного. С чернотой. Багровый. Да. С чернотой. Багровый. Это фиолетовый. Почти. Это не багровый. Он просто сказал, что это темнее, чем красный. Правильно. Вот багровый цвет. Вот он. 100%. Практически. Вот такой тонкость на небе. чем малина и становится. А потом раз, быстренько ушло в дымку. Сколько народных примет. Я вот сегодня считаю, там в детстве хиршога когда бывает и как лечат, какие травы, то другое. Наша мама-то не знала ничего этого. Так как она знала? У меня бывает иногда так, что-то чеснок, лук поешь и что делать? Я нашел сухари. Сухие. Сухие сухари. Два хороших сухаря. Разжевать, проглотить, запивать, ничего нет. Исчезает. Володя дает мне варенье. Варенье Смородина, варенье Щеребухова. Я попробовал, только маленько хребнул, говорю, нет, от нее только повышается кислотность. Я не врач, ничего нету. И потом ставят калиновую, а калиновая такая же кислая. Я попробовал, то, что надо. Сегодня считаю, калиновая как раз лица, все идет, чтобы погасить. Мой желудок подсказал. Как узнаете? Я никак не узнаю. Мама всегда говорила, что душа принимает, то и ешь. Чеснок и лук повышают кислотность? Конечно. Конечно. И там написано, изжога увеличится, когда ложишься. Потому что горизонтальная и дальше кислота наоборот. Как только я лег, никогда изжоги нету. Лежа нету ее. Чем объяснить не знаю. А в этом зоже написано так. Семечки хорошо сбивают кислотность. Семечки сбивают кислотность. Да. Там написано, что с чем размельчить, как можно. Еще пять минут. Толкование. Обличает искусительный их вопрос, называя их лицемерами, и говорит, как из явлений на небе. Одно служит признаком ненастия, другое ведра. И никто, видя признак ненастия, не ожидает ведра. И наоборот. Так должно думать и обо мне. Иное время моего настоящего пришествия. И иное будущего. Теперь нужны земные знамения, а небесные хранятся к тому времени, когда солнце померкнет, луна помрачится, небо изменится, и совершится многое другое. А что такое ведра? Хорошая погода. Сухая. А как понять ведра? Само слово ведра почему не бывает. Сухая погода. Дождь не идет. Он что-то такое правильно показывает. Да. Мне старики сказали это. в деревне в одной. Я сам не знал. Ведра. Почему ведра-то? Месяц. Месяц он может вот так быть. Вот такой. Может быть вот такой. Если месяц вот так рожок повернутый, значит ведро на нем висит и не проливается. Если месяц вот так повернутый, ведро переливается и идет дождь. И они смотрят и говорят по месяцу. Завтра днем будет ведра. Ведра это значит ведро висит. А если не Настя, то значит дождь будет. То есть по месяцу. Понятно? Никто не знал, да? Нет. Я знал просто слово. Еще раз запоминайте. То есть месяц бывает. Рожок. Смотрите по рожку месячному. Если ведро висит на нем, не сползает. Здорово, да? Народные приметы. Когда мне рассказали, то я такой иззывился аж. Да вы что? Не может быть. Потом проверил как-то. Ну когда месяц видел. Действительно есть такое дело. Ну он что, месяц сегодня так, может завтра так, то есть он крутится. Тень же-то это чего? Ну да, там что-то тень. Я не знаю, брат, это народные приметы, поэтому сам посмотри. У моего дедушки, отцомница, амбарная книга была, вот такая толстая, много лет он вел, каждый день записывал погоду. Какая погода. И он уже сопоставлял, он больной был, человек осматикой горбатый был. С коня упал, позвоночник повредил. А, ясно. И сопоставлял, и он на целый год мог уже по этим данным, которые раньше были, погоду предсказать. Ну, синаптизм, знаете, что такое? Схожесть называется. Синаптики. Схожесть. И вот синаптики современные берут 20 лет. Раньше брали поменьше, 8 лет, 10. И чем больше ты берешь лет средних, средние складываешь в один день, даже в один час. И это среднее выставляется, вот этот большой прогноз, который на месяц, это выставляется средняя синаптиз. Да. А которые все ближе, 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 это значит все меньше, ближе к нам, и берут они уже метеостанции там, там, везде, там, на земле, отовсюду, куда подуют ветры, и с какой скоростью они летят. Это уже сложнее. Но зато и погоду все ближе. Ну, посмотрите, как. Они говорили, что будет минус 20, потом минус 22, а ближе подошло минус 30. Вот тебе бы, здравствуйте. Все. Все. Эх, паства. Достойная святого истином, уложите тебя, Богородицу, признавлаженную и пренепорочную, и мать и Бога нашего, чистейшую Херумин, и славнейшую без сравнения терапию, без искрения Бога, слово ручную, сущую Богородицу, Тебя величайя. Дайте, я хочу помолить. Любящий наш Отец Небесный, мы прославляем пою милость, долготерпение, которое ты оказываешь нам. Слава тебе за этот день, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, чем он закончится. Благослови на все, что ты допускаешь, на что благословляешь, перенести с благодарностью, чтобы мы никогда не роптали против того, что ты дозволяешь нам испытывать. Ты, Господи, знаешь наши силы, и сверх сил никогда не пошлешь. Слава тебе! Если в чем мы погрешили сегодня, прости нам наши согрешения и распусти нас с миром. Тебе, Боже, слава, хвала, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все молимся. Господи, благослови нас, и прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечерния и благоухания приятной перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, слушайте да слышит, раб Твой. Благослови Людмилу, этого несчастного человека, разбойника. Тебя слава за все, Отец и на святой дух. Аминь. Аминь. Благослови охраняющий порядок. Благослови. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Так, кто...